по габаритам станция в принципе осталось фактически такой же и по весу то есть не 1546 1688 надо будет здесь какая-то проблема я смотрюсь с этой станции по длительному нажатию здравствуйте это компания вивателеком и мы сегодня представляем еще вам один баофенк это следующее поколение влагозащищенные радиостанции в 9r плюс называется она в 9r pro сегодня посмотрим какие отличия есть сразу видно что она отличается внешним исполнением то есть у нее стала клавиатура другая такая вот волнообразная передняя панель клавиатуры кнопки тоже поменялись да но внутри интерфейс весь остался однотипный ну тоже сейчас сравним по вот этой станции я обзор уже делал поэтому ссылку дам под видео на 9r плюс ну и все параметры мы тоже снимали тройку она у нас получила там мощность была слабовато был слабенький аккумулятор хотя указано опять было много как и у этой впрочем станции тоже по потреблению она достаточно прилично потребляла поэтому сегодня тоже проверим ну и проверим влагозащиту антенна как видите кстати стала другая у станции у 9r pro аккумуляторы кстати у них однотипные то есть абсолютно совместимы между собой но это я потом остановлюсь на этом но все начинаем тогда с комплектации потом проверим конструкции сравним и перейдем к измерению начинаем так комплектация абсолютно такая же как в 9r плюс единственная в комплекте антенна вот другая здесь была обычная здесь немного удлиненная то есть она где-то на три сантиметра длине сейчас параметры ее проверим вот от 9r плюс было достаточно неплохо антенка в комплекте эту мы тогда проверим идет литий-ионный аккумулятор совместим кстати он нас станции 9r плюс как вы видите написано даже модель здесь и опять очередное вранье по характеристикам 9000 9800 миллиампер час указанную емкость естественно это неправда и это сразу видно реальная емкость у данные аккумуляторные батареи 1519 миллиампер час то есть это даже меньше чем у предыдущей версии здесь мы измеряли и получили емкость 1625 миллиампер час то есть батареи одинаковы но видимо разброс параметров еще у китайцев есть и соответственно в данном случае батарея даже чуть поменьше емкостью оказалось далее зарядное устройство такое же абсолютно то есть на выходе у него идет 10 вольт и потребление до 500 миллиампер стакан зарядного устройства такой же как у 9r плюс давайте я вам параметры тоже покажу на выходе на клеммы подается 8,4 вольта 400 миллиампер идет пластиковая клипса вот такая с поворотной но с возможностью поворота но и сам прием передатчик я сейчас тогда конструкции перейду вам подробно расскажу как он сделан рассматриваем конструкцию вот такая необычная теперь клавиатура идет резиновая в принципе управляется достаточно хорошо станция с помощью нее то есть по дизайну она мне нравится чем по сравнению с предыдущей версией вот 9r плюс была в раздельные были клавиши принципе тоже проблем не вызывало но это необычный дизайн новой станции поэтому принципе неплохо сделано далее по регулятором смотрите вверх фонарь разъем все одинаково но регулятор громкости у новой станции намного больше и он выступает сильнее над телом станции соответственно управлять им удобней то есть даже в перчатках в рукавицах никаких проблем с управлением не был не будет но убрали почему-то на новой версии наплыв пластиковый для защиты от ложного срабатывания то есть в кармане чтобы у вас случайно этот регулятор не повернулся у старой станции был здесь вот защитный наплыв такой у новой станции его нет разъем абсолютно одинаковые для подключения аксессуаров они совместимы и только со своими моделями бауфинг я вот специально взял от моторолы спикер микрофон вот с таким разъемом подобным но он сюда не подходит я сейчас откручу тогда вам покажу крепление аккумулятора абсолютно такое же как и у старой станции естественно антенный разъем как я уже сказал да и смо вилка опять стоит на станции давайте я вам включу покажу внутренний интерфейс то есть внутренний интерфейс абсолютно такой же как и у пятерки например да у 5r и такой же как у старой версии 9r плюс то есть по внутреннему внутреннему оформлению внутреннему интерфейсу никаких изменений я не вижу по габаритам станция в принципе осталось фактически такой же и по весу она такая же то есть изменения затронули именно только внешний вид но вот если сейчас будет видно кстати здесь еще проблемка смотрите в чем пластик достаточно мягкий вот уже здесь есть царапинка вот видите она идет чем-то уже зацепили мы немного и станция поцарапалась хотелось бы конечно чтобы был пластик потверже есть еще проблема вот смотрите видите вот эта щель да это от не пролива вот этого этой серой резины то есть здесь вы видите ну не прокрасный пролив клавиатуры она будет постоянно при включенной подсветки здесь у вас виднется на другом экземпляре может быть такого не будет но вот на нашем экземпляре такая проблемка обнаружилось так ну и все давайте тогда я перейду к управлению покажу управление но и сейчас еще разъем так вот разъем этот много контактный влагозащищенный здесь еще дополнительно на крышке на самой есть резиновая такая вот вставочка хотя по идее вот этот разъем он и не должен пропускать влагу поэтому это даже лишнее так теперь по поводу моторольского разъема да вот серии gp 340 модель была 320 вот такой разъем был у моторол и по идее у баофенга эта идея видимо оттуда взята ну то есть или этот конструктив но моторольский моторольский аксессуары сюда не подходят то есть во первых до конца не вставляется вот эта выступающая часть то есть она остается видите на каком расстоянии до от края и во вторых не закручивается сам болт то есть он под отверстие резьбы не попадает он получается длиннее стоит где-то с миллиметра на 4 то есть вы его не закрутите но то есть тут решение какой если все-таки подключать такую тангенту то надо либо здесь углублять либо здесь вот как-то вырезать но чтобы она глубже туда уходила и болтовое это соединение попадала тогда в отверстие но то есть сходу это тангенты сюда не подключается и так смотрим теперь по управлению давайте сначала вам версии покажу это вот новая станция в 9r pro смотрим версия nt 5101 еще раз nt 5101 так теперь 19 83 один версия по поводу самого самого меню еще разок количество разделов меню абсолютно то же самое давайте я тогда сейчас пройду быстренько по всем им до так сразу давайте поставим на единичку уровень шумоподавителя и смотрим так давайте шаг сетки тоже посмотрим эти какие-то ложные срабатывания иногда случаются так мощность смотрим сколько да здесь стоит три уровня мощности давайте сразу я высокий тогда поставим посмотрим сколько она будет на высокой излучать так режим сохранения энергии как вы видите установлены по умолчанию так ну все я тогда слежение за двумя каналами отключена завода листами нет потом на замедленном просмотре тогда можете посмотреть какие тут есть пункты ну то есть абсолютно то же самое как у всех бауфингов это менюшка или внутреннее исполнение поэтому подобно подробно останавливаться на нем я смысла не вижу 41 пункт абсолютно так же как и у той станции по кнопкам также то есть две кнопки с одной меткой включает выключает приемник по короткому нажатию с двумя фонарь включает длительное нажатие так что длительное нажатие делает длительное нажатие перегружает станцию что я не понял что происходит должен отключаться шумоподавитель по идее но здесь какая-то проблема я смотрю с этой станции по длительному нажатию перегружается так по длительному нажатию на вторую кнопку должна включаться тревога ну если управление такой же как у всех бауфингов и здесь то же самое то есть прямо при вас мы обнаружили проблему то есть по длительному нажатию станция выключается очень странно да у 9r плюс смотрите по длительному нажатию нижняя кнопка включает шумодав верхняя кнопка включает сигнал тревоги здесь же верхняя кнопка выключает станцию нижняя кнопка выключается то есть я подозреваю какой-то брак все-таки у станции ну то есть по длительному нажатию не должно этого быть смотрите сбросила станцию заводские настройки то есть включился китайский язык по умолчанию смотрите кстати включается после сброса общего канальный режим и вот на этой станции длительное нажатие кнопки меню не включает вот я то есть его зажимаю частотный режим не включается выключаем станцию зажимаем кнопку меню включаем вот видите теперь частотный режим включается то есть все-таки частотный режим включается через выключение станции с зажимом кнопки меню так вот в меню никаких естественно регулировок по поводу кнопок нет сейчас вот я опять тогда попробую нажать нижнюю кнопку до смысле длительное нажатие а теперь заработало так и теперь верхняя кнопка а верхняя кнопка по-прежнему так и продолжает в общем как как-то себя она ведет нестабильно вот смотрите нижнюю кнопку опять нажимаю она опять вырубает питание сейчас вот отключает шумодав сейчас выключилась на в общем с браком по кнопкам какие-то проблемы есть какие-то замыкания иногда питание выключается так смотрим выходную мощность как видите высокая стоит 145 мегагерц смотрим вся шкала 10 ватт то есть вот это положение смотрите шкалы так нажимаю у станции вообще проблемы с кнопками я вот сейчас передачу нажимаю она выключается так 4 целых три десятых ватта так смотрите теперь 434 мощность также высокая 10 ватт я оставил всю шкалу смотрим выключается вообще станция при передаче порядка двух ватт но станция включается но вот 2 ватта ровно всего лишь 2 ватта на 434 так смотрите по потреблению 40 микроампер станция потребляет при выключенном питании сейчас уже семь целых четыре десятых вольта подается с источника питания напряжение номинальное поэтому никаких проблем с потреблением выключенном состоянии у станции нет включаем питание режим энергосбережения включен у нее смотрим сейчас тогда обновляем показания и смотрим сколько станция будет потреблять в дежурном режиме выждем сейчас 60 сэмплов и увидим какое потребление то есть 17 миллиампер она потребляет когда приемник выключен и когда она включает приемник на проверку активности на канале я вот не вижу чтобы она включала да вот 70 миллиампер то есть когда включается приемник 70 миллиампер потребления почему-то редко она хотя может быть конечно не успевает мультиметр это значение показать так но вот 60 сэмплов мы выждали 25 миллиампер потребления так у станции ув9r плюс дежурном режиме было 42 миллиампер то есть потребляет станция в данном режиме чуть меньше так теперь на полную громкость и оставлю приемник сейчас будем проверять сколько станция потребляет на прием так на прием 325 миллиампер у нее потребление теперь смотрим передача на полной мощности проверяем так тысяча три миллиампера то есть грубо говоря один ампер смотрите по потреблению еще замечание есть до видели при сохранении энергии на третьем уровне часть фразы съедается первоначальная да ну то есть фактически предложение там три слова съела на станция только потом включила приемник так вот я сейчас поставил на единичку но потребление немногим то выше всего лишь 26 миллиампер при этом поэтому давайте тогда рассчитаем сейчас время работы радиостанции то есть 25 миллиампер так и оставим тогда на дежурный режим 325 миллиампер прием на полной громкости тысяча три миллиампера на передачу но опять же вот с такой вот странной мощностью всего лишь заниженной но понятное потребление тогда меньше становится но она особо не влияет на цикл 5 590 поэтому так ладно и оставим ну и аккумулятор опять же 1519 миллиампер час всего лишь в итоге получаем время работы 54,9 часа что в общем-то хорошо и это больше чем у в 9r плюс и больше чем в xr то есть по потреблению она станция это чуть получше так проверяем чувствительность на 145 мегагерцах уровень шумодава у нас на единичке стоит как вы можете наблюдать смотрим тогда амплитуду начинаем увеличивать но я думаю здесь проблем естественно не будет как обычно а вот она минус 126 дбм уже открывается то есть у данных чипов приемники прямого преобразования сейчас у китайцев в принципе уже беспроблемно по чувствительности данные показывают поэтому смысла даже наверно проверять особо нет так на 434 теперь смотрим так увеличиваем также минус 126 все нормально так избирательность теперь да давайте я тогда смещусь сначала на 15 килогерц и теперь от 126 начинаем тогда увеличивать амплитуду посмотрим насколько станция на каком значении откроется от близлежащие помехи отстроены на 15 так минус 76 до 24 и 26 там 50 единиц получается на частоте 434 при отстройке на 15 килогерц так теперь давайте на десяточку на 10 килогерц потому что раньше мы измеряем измеряли с десятью килогерцами смотрим сколько здесь будет единиц чтобы сравнить нам с 99 плюс вот минус 96 то есть 30 единиц да но на ув9r плюс мы получали значение на этой частоте 34 единиц то есть по избирательности станция ничуть лучше не стала ну то есть все внутренности в ней явно такие же то есть просто для привлечения внимания китайцы решили сделать новый корпус и новую клавиатуру такие наши выводы на 145 сейчас это же еще проверю 145 она даже поменьше амплитуду требуют для открытия ну то есть похуже у нее избирательность на 145 27 единиц получается надо ув9r плюс тоже на этом диапазоне была избирательность хуже 31 единица было так 15 килогерц смотрим то есть на 80 до 46 единиц передаем радиостанции по вовсенку в 9r pro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и так проверяем громкость динамика и заодно продемонстрируем качество приема радиостанции ув9r pro фиксирую максимальное значение принимаем так громкость естественно полная так громкость динамика составила сто девятнадцать целых три десятых децибела так смотрим график ксв штатные антенны на частоте сначала сто тридцать пять сто семьдесят пять мегагерц вот такой график у нас получен так минимальное значение у нас на сто сорок шесть пятьсот так и здесь у нас ксв равен 1,6 сопротивление 6 67 9 ома следующий диапазон 400 470 мегагерц также есть минимальное значение как раз на диапазоне lpd это отлично так значение 1,3 ксв и сопротивление 44 ома но то есть в этот диапазон антенка нормально работает ну что давайте проверим водозащиту ув9r pro ув9r плюс мы проверяли все было нормально естественно заглушка это закручена до конца антенны и тоже максимальные и закрутил включаем станцию смотрите я буду опускать для того чтобы понять есть ли пузыри да если где-то пузыри появится значит там станция набирает поэтому я ее бросать не буду а именно медленно погружу тогда смотрим так мне самому плохо видно о это ужас это ужас под батареи под похоже да под батарея народ набирает или антенный разъем все-таки пузырей было достаточно много поэтому я боюсь что но пока станция работает возможно это из-под батареи в воздух вышел но как видите вот я погрузил ее где-то даже на 20 сантиметров напоминаю что по стандарту ipx 67 ее нужно погружать на время до 30 минут на глубину до одного метра здесь же всего 20 сантиметров да нет все хана влагозащите она не соответствует обратите внимание под дисплеем вода то есть вода набралась внутрь каплю воды идут так что и в данном случае к сожалению тоже станция своим характеристикам не соответствует то это не из-под аккумулятора бежит это уже с самой станции бежит так ну что давайте будем подводить итоги тогда по ув9r про про конечно здесь слова и не знаю к чему потому что даже плюс оказался лучше чем про то есть ув9r плюс у нас погружение выдержала здесь же вот обратите внимание станция медленно умирает под дисплеем вода мы сейчас еще разберем ее покажем тогда вам фотографии внутренности но я боюсь что здесь не делать скорее всего на этом разъеме на антенном и на регуляторе наверное нет в резинах ну то есть мы же как делаем обзор вместе с вами то есть знакомимся со станцией и все подробности узнаем уже по ходу снятия видеоролика ну или обзора поэтому вот как видите какие с какими проблемами мы столкнулись так смотрите разбираемся с влагозащитой на антенном разъеме прокладка стоит резиновая на регуляторе громкости тоже стоит фонарь вроде бы заклеим все нормально кнопка вот это аварийная тоже не должна пропускать но как видите здесь влага есть вот внутри прямо капли скорее всего проблема знаете в чем вот в этой новом модной клавиатуре вот смотрите это наружная часть да видите она вообще здесь никак не заклеена просто вставлена сюда и все понятное дело что никакой влагозащиты здесь не обеспечивается то есть она только держится за счет прижима ее к корпусу ну то есть вот к этой рамки пластиковые соответственно скорее всего влага просто через нее и попало то есть здесь никаких нет дополнительных и какой дополнительной влагозащиты не как она эта клавиатура не вклеена поэтому я думаю что через нее и попало потому что по периметру вот видите тоже резинка здесь стоит как и у предыдущей версии в 9 r плюс здесь проблем быть не должно то есть скорее всего они поставили вот эту новую клавиатуру но они обеспечили влагозащиту ее поэтому через нее все и прошло так я сейчас вам плату эту еще откручу покажу тогда что там внутри так вот плату показываем и стой с другой стороны так давайте сначала здесь посмотрим что есть теперь с этой стороны заметьте чип прямого преобразования стоит но от 1688 то есть не 1546 1688 надо будет посмотреть что это такое какая-то видимо новая модификация но как вы видели по измерениям лучше она ничуть не стала ну вот такая платка во-первых это выключение станции при длительном нажатии кнопок при нажатии на передачу она также выключается дело не в аккумуляторе сразу вам скажу потому что мы ставили аккумулятор и от этой станции быстрая диагностика проблему не выявила то есть именно с брак с кнопками далее по мощности также станция 4,3 десятых ватта на 145 на 434 всего лишь вообще 2 ватта по избирательности не чуть лучше она чем предыдущая модель не стала по потреблению она стала чуть получше до соответственно в цикле 5 590 54 часа мы получили время работы это хорошо по громкости динамика абсолютно ничего не изменилось антенна вот это более-менее кстати 1,3 десятых к своему на 433 как раз на его виде диапазоне но как бы говорить о каких-то преимуществах я смысла не вижу потому что во первых вот это брак да с кнопками во вторых какая заявленная влагозащита если она даже при погружении на 20 сантиметров сразу набрала воду да то есть стандарт выше даже ну то есть айпи 67 он подразумевает погружение и на более длительное время то есть до получаса и на более глубокую высоту погружению то есть до 1 метра здесь же 20 сантиметров и все станция уже утопленник поэтому кол она получит у нас то есть один балл то есть никуда она не годится если нужна влагозащищенную то хотя бы вот когда из бауфенгов я имею ввиду тогда хотя бы в 9р плюс берите потому что у в 9р про мы полностью разочарованы вот из-за этих причин поэтому она у нас тут один балл получает не более того то есть табличку мы в общую да вот ручка в табличку мы в общую тоже ее внесем все характеристики можете смотреть в общей таблице проверенных нами значений но все на этом тогда закончим на сегодня конечно обжать что так получилось мы надеялись что станция будет лучше чем предыдущая версия но стало еще все намного хуже что странно у кого вопросы есть задавайте их комментариях это viva telecom на этим заканчиваем всего вам доброго подписывайтесь на канал до свидания